Ситуация по заболеваемости вирусными инфекциями в регионе стабильная, в случае гриппа не выявлены. При этом отмечается одновременная циркуляция аденовируса, риновируса, боковируса, РС-вируса и новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области. За предыдущую неделю зарегистрированы 921 случаи заболевания ОРВИ и 14 случаев COVID-19. Рост заболеваемости преимущественно обусловлены заболеваемости среди школьников и взрослого населения. Наибольшая заболеваемость смещается в городе Магадане, Ольском, Тинькинском и Хасынском городских округах. В Северо-Ивенском и Средниканском городских округах случаи заболевания ОРВИ в течение трех недель не регистрировались. По клиническому течению преобладают легкие и средние формы заболевания. В инфекционном отделении областной больницы находится один пациент с COVID-19 в сложненной пневмонии. Он отметил, что в этом эпицезоне прогнозируется повышенный риск заражения гриппом COVID-19, а также всплеск респираторных инфекций. Медицинские организации к оказанию помощи в амбулаторных и стационарных условиях подготовлены. В лечебных учреждениях сформирован кадровый резерв лечебного персонала, проведена оценка состояния инфекционного коечного фонда, утвержден план перепрофилирования на период пика подъема заболеваемости. В настоящее время в области для госпитализации имеются 7 инфекционных стационаров на 85 коек. Из них в городе Магадане для детей один стационар на 20 коек и один стационар для взрослых на 41 коек. При высоком росте заболеваемости и необходимости проведения стационарного лечения планируется дополнительно развернуть 4 стационара на 113 коек. Сейчас прием взрослых с проявлением респираторных инфекций проводится в 5-м отделении городской поликлиники по улице Колымской, 11А. Для оказания помощи детям с признаками ОРВИ в городе работают два кабинета неотложной помощи – в первом и втором отделениях детской поликлиники. В медицинских организациях установлен масочный режим.